так всем привет будем пытаться отвечать на вопросы тут у нас богдан кулинич что-то разочаровался говорит никто не ответит я так понял он хочет сделать подвесной мост у него какие-то проблемы с массивом и кривыми так ну сейчас попробуем подвесной мост на включен кнопки перехожу режим редактирования вернее перехожу на вид сверху ну и соответственно в режиме редактирования у меня plane вот его уменьшу и растяну по оси y так где-то так поделю напополам возьму выделю все перейду спереди нажму кнопку е то есть экструд и немножко про экструдирован вот и теперь можно эту половинку удалить да мы ее сделаем с помощью зеркала далее нажимаешь и д потом x до чтобы копировать по оси x и shift r чтобы повторить операцию ну там не знаю штук 5 их сделаем также если там дощечки да можно там над ними как-то поизмываться например подразделять надо было сразу допустим так и какие-то вершинки можно куда-то там по перетягивать вот в общем видоизменить немного можно тут например взять нож немножко еще взять разрезать так ну да и вот эти штуки x-face и выделим два вот этих ребра нажмем f и вот эти 2 нажмем f так есть так допустим да что такое теперь курсор поставлю вот сюда нажму шутей и добавлю щеку тут можно гранитом 12 сделать с уменьшаю так 5 экструдируем экструд можно выбирать направление колесико нажали да есть вот тут наверно подразделим чуть-чуть добавим можно кстати выделить вот это включить пропорциональное редактирование немножко уменьшить только ось это сейчас наверное исключим shift z сделали вот так выделим верхнее колечко нажмем 5 shift d копируем потом r90 да но перед этим пропорциональное редактирование горячей клавишей а можно отменить так опять р90 включен привязку к вершинам вот можно здесь манипуляторы показать вот так за манипулятор зажимаем control все привязали вот здесь опять е то есть экструд можно опять же выбрать направление так быстрее будет и колесико мыши нажали опять control и сюда вот так же поделим по центру тут где-то а хотя наверное control несколько штук их вот так подразделю если вдруг верхняя получилась там полстая да или худая можно нажимать alt s это будет у нас масштабирование вдох нормальный и так сказать пушить на и толще уже сделать можно но в общем сделали хорошо опять же да с помощью такого пропорционального редактирования можно выделить альт клик вот здесь shift альт клик выделяем петлю любишь здесь о включили с масштабируем да только нам нужно исключить ось x shift x нажали у нас например тут чуть тоньше сделали вот сделали заготовку теперь к ней есть ну и теперь надо это направить нам по кривой shift и добавляю кривую вот вот тут вообще важно в этих операциях до чтобы у кривой когда вы будете ее запускать по массиву и у вашего объекта пиво ты были в одних и тех же координатах да то есть это ну вот сейчас у меня как раз курсор был изменен на то есть я его переставлял когда создавал кружочек и вот у меня здесь появилась кривая и то есть как видите пиво ты отличаются можно выделить вот этот объект например нажать shift с курсор to select этот он подскочил выделить кривую shift с вот теперь у них пиво ты точно в одних этих же координатах так ну и сюда накинем модификатор и так видим у нас да тут слипается нам этого не нужно зайдем в режим редактирования до выделим вот эти последние колечки нажмем sx только опять вот этот пропорционально отключим чуть-чуть потянет вот так же там галку мерк поставили и все там если надо подредактировали так ну и их например несколько будет вот и дальше нужно что-то привязать к кривой да то есть мы также накидываем модификатор курс выбираем нашу кривую вот то есть мостик уже пошел по ней я выберу кривую зайду в режим редактирования пока что это выровняю нажму в и здесь выберу вектор да не стали ровненько 5 в и выберем лайнер вот дальше да то есть у нас эти точки мы сможем там перемещать а то есть и хотелось бы чтобы мостик автоматически создавался для этого перейдем опять в какого массив нашей да и выберем что вписать в кривую вот и укажем кривую в которую нужно вписать вот получилось потом дальше до чтобы например легко этим всем управлять было ну то есть не выбирать каждый раз кривую не заходить в нее мы привяжем там объекты пустышки я нажал слэш чтоб одна только кривая была захожу в режим редактирования выделю все нажму добылая и с сом девать им чтоб три вершинки было вот дальше можно выделить объект control h hook to new object опять выбрали control h hook to new object ну короче повторили операцию да вот теперь я вышел опять в объектный режим и если мы будем видеть и хватать за эти пустышки у нас кривая тоже будет изменяться и не нужно там в режиме редактирования заходите тому подобное так опять нажму слэш выделяю наш мостик вот ну у нас все должно уже в общем-то работать g да я изменяю положение м тиков и у нас мостик тоже изменяется также вы можете их скейли тем самым ручки как бы кривой этой безе ими управлять на вот чтоб не было таких изломов еще зайдите выберите кривую и добавьте подразделение не не 12 36 да возможно больше вот тут есть какой-то излом чик возможно у нас просто то нехотя в принципе хватает всего ну надо наверно в кривой все таки еще добавить какая-то здесь такие да здесь вроде бы все плавненько а вот тут не очень чем так ну так тут мертв все есть тут мертв все есть это момент сшития да получается сейчас поправлю или поддобавлю да по выделяю вот эти кольца так вот это на снять выделения на вожу shift снял тут можно control b на подрасте они добавим подразделений вот это так о да выравнилась чуть-чуть если шо можно больше так ну и в принципе да все эти можно их вертеть да там саму кривую в принципе опять можно было без пустышек до управлять кривой экструдировать ее и делать мост какой вам надо там величины а также в любой момент кривую вы можете на каждую точку вертеть tilt вот или же уменьшать и увеличивать ее радиус ну что может быть тоже полезным кстати горячие клавиши по моему control крутить alt alt s до уменьшать увеличивать вот да вроде бы никаких с ним проблем работает а также например можно было сделать кик завод начало и конец нашего массива возьму shift d скопирую эту лесенку свою уберу модификатор array curve вот она стала как бы и добавлю добавлю возьму удалю все кроме вот этой лид так сюда курсор тоже поставлю shift и добавлю play так как-то выдвинем пока так и у нас будет еще и скопирую нам можно назвать их типа и конец кстати переименовывать можно нажать их 2 вот и теперь эти части да мы можем приспособить к нашему массиву нажимаю где массив есть от капс закрыть начальная наша а вот это будет у нас в конце до конец стала как бы нормально здесь что-то не очень это потому что у нас от расстояния до между пивотами мы тут на регулировали тут короче ничего сложного зашли в режим редактирования выделили все и сдвинули допустим так так тут можно какие-то колбасы не знаю прилепить на перейти сюда shift a добавлю 5 circle rx у y 90 с уменьшаем вот нажму е экструдирую f control b так чуть чуть не попадает на возьмем подвинем control плюс выделил я дальше сдвинуть выделю вот эти вершинки и так же тут например выделим точки пустим control-r подвинул вот сюда вот эти ринг да а что мне его выделять мне выберут эти полигончики нажму е как бы отменю pts на выдвинул так вот тут получились да в принципе можно это удалить а эту еще раз скопирую зайду в режим редактирования выделю все сдвину нажму control м x да тем самым от зеркалю вот и опять же для этой как закрывающий элемент ее выберем и немножко там отгоним смотрим так да и у нас есть начало и конец эти штуки вы можете на какой-нибудь слой перенести например новая коллекция хайд удалять их нельзя если вы не применили вот и спрятать в общем этот слой для рендеринга и для viewport да и так у вас вот в общем появился подвесной мост который вы можете на регулировать который можно там перетащить куда-то подальше так вот если хотите его перетаскивать да то выделяем как бы все целико его также на советую взять перенести в новую коллекцию назвать мост вот ну и можно вообще например привязать все это до чтобы было удобнее схватить какой-то добавили опять элемент пустышку пусть будет 6 и поставил шуты и добавим и выделяем все детальки важно чтобы выделен кружок был на вот оранжевый то есть активный элемент control p object на теперь все привязалось к нему таким образом вам легко все это масштабировать на то есть хватать за это переносить куда-то ну и так далее так надеюсь да богдан кулинич получил ответы на свои вопросы надеюсь все получится всем спасибо пока